Всем привет! С вами снова я, Илья. И сегодня мы поговорим о теории. Чуть-чуть добавим терминов в наши ролики. И тема наша Oracle are Heuristics. Начнем с определения Oracle. Википедия нам рассказывает, что Oracle это механизм определения результата прохождения теста. Ну то есть Passed или Failed. Имеется ввиду Oracle в тестировании программного обеспечения. По-моему, там их достаточно много разных Oracle. Нам интересны вот эти. Термин этот сей дивный западный. Ну, англоязычный, скажем так. У нас есть что-то похожее. Oracle. Тоже не совсем русское слово, но нам оно более привычно. Вот это где-то рядом. И они достаточно распространены. Ну, в наших компаниях как-то я не сильно слышал, именно те, которые русскоязычные. А вот за границей, там, где англоязычный, там это довольно часто используется термин. Ну, то есть мы посмотрим, что это значит. А также Heuristic. Это Heuristic, так сказать. Это Folliable. Метод решения проблемы или принятия решений. Вот Folliable я не стал как-то переводить, потому как не совсем знаю, как это сделать. Это что-то вроде как то, что не стопроцентная вероятность. То есть мы можем ошибаться. То есть Heuristic это такой метод с возможной ошибкой для решения проблем или принятия решений. Давайте посмотрим, почему Oracle являются Heuristic. То есть, что такое Oracle? Ну, Oracle, вернее, что может быть Oracle? Oracle может быть спецификацией, если она у вас есть. Вы посмотрели спецификацию и сказали, что результатом этого теста должен быть вот такой-то ответ. Потому что так указана спецификация. Но и сама спецификация может быть содержать ошибки. Либо спецификация может быть неполной. То есть невозможно описать все состояния всех операционных систем на компьютерах пользователей, в которых вы хотите, чтобы результат был именно такой, как указана спецификация. То есть всегда могут быть какие-то программы, которые мешают вашей программе. Там драйвера, там версии, там фреймворков и так далее. То есть мы не можем как-то в одной спецификации все это описать. Поэтому Oracle здесь не стопроцентный. Даже спецификация это не стопроцентный результат. Здесь всегда есть возможность ошибки. Поэтому в данном случае такой Oracle это февритическое. Программа конкурентов, допустим, тоже может быть Oracle. Мы берем и сравниваем, допустим, у нас есть такая же часть функциональности, как и у конкурентов, которые уже там успешно продаются, а мы еще только начинаем, допустим, только запускаемся. И мы можем использовать такую программу, давать ему на вход ей импуты определенные, смотреть, что она выдает и сравнивать, что наша программа с такими же импутами выдает тот же сам. Это может быть Oracle. То есть на основании этого мы можем принимать решение, тест прошел или завалился. Тоже юристика, потому как и программа конкурента может содержать баг, и ваша может содержать такой же баг. В результате вы уверены, что все хорошо, а как бы на самом деле есть проблемы. Вот такая вот эвристика. Психология пользователя тоже может быть Oracle. Например, вы запускаете свою программу, у вас сначала вылетает null reference exception, вы закрываете крестиком и продолжаете работать. Все хорошо. Но это на основе такой эвристики, только как психология пользователя. Вы можете подойти к девелоперу, и даже если он вам скажет, что вот смотри, вот здесь просто там забыли что-то убрать, оно ни на что не влияет, не приносит никакого вреда. Да, в грязи да. То есть я вижу, что этой проблем нет как таковой. Проблема в другом, потому что пользователь, увидев такую вот ошибку, там exception и так далее, он может как бы подсознательно или даже сознательно подумать, что может те программисты, которые делали эту программу, они потеряли контроль над ней, и вообще не понимают, что там происходит внутри. То есть следовательно, скорее всего, там могут быть и другие ошибки. Может быть, пользователь понимает, что именно конкретно вот эта ошибка ничего не значит, например. Но он начал подозревать, что если там такая есть ошибка, может там есть и другие, может стоит пойти к другим ребятам, которым хотя бы не видно такие ошибки. И вы потеряете пользователя. То есть это проблема. То есть на основе вот такой вот эвристики, то есть нечеткой такой вещи, как пази-логик, нечеткая логика, то есть мы не можем сказать 100% уйдет, он не уйдет, испугается, не испугается. Но на основе этого мы можем принять какое-то решение. Например, что хорошо бы хотя бы эту exception, допустим, подавить. То есть просто его не показывать, загасить раньше. К примеру. Я имею в виду, что вот такая вот эвристика, психология дает нам право, скажем так, как минимум попытаться обратить на это внимание. Нам, нас как тестировщиков. Примеры эвристик. То есть то, что может служить нам, собственно говоря, ораком, так сказать. Это, кстати, часто применяется. Вообще эвристики, они часто применяются в эксплораторий тестинге. Или agile, там, где просто нет времени делать большую, продуманную спецификацию. Учитывать многие там варианты, ее хорошо там шлифовать и так далее. То есть просто нет времени и чаще всего на проектах, особенно сейчас, нет хорошей спецификации. Поэтому мы можем основываться на таких вот вещах, которые называются эвристиками. Которые fallible, они могут друг другу противоречить. Одна эвристика может противоречить другой. И в этом, как бы, нет такой особой проблемы. То есть они могут нас чему-то научить. Это противоречие может нас чему-то научить. И мы его надо как-то разрешить. И мы по этому поводу можем либо поговорить с программистами, с теми, кто принимает решения архитекторами, пользователями. Либо нет. Либо сразу взять и запегачатывать дефекты. А будем разбираться позже. Что не самый хороший вариант, но такой возможно. К примеру, ну, такие вот эвристики, все эти вещи, ну, потому что это эксплортеры, то есть они часто применяются. Их любят Бахи, Болтоны и Ежи с ними. Так называемая Content-Driven School. Это есть несколько школ тестированных. Вот это одна из них. Вот. Они говорят, что все зависит от контекста. Они часто, когда находят проблемы, допустим, они консультанты, ну, и даже если ты просто штатный работник, ты используешь эвристики для того, чтобы, как бы, создать список возможных проблем. Ну, так сказать. Вот. Например, одна из таких вот эвристик, на которой они основываются, это вот Consistence Within Product. То есть, получается, что поведение продукта на всем, как бы, между собой не должно, как бы, противоречить функциональному шаблону, в котором этот продукт работает. Например, у вас есть там несколько страниц. На одной странице, допустим, дефолтный шрифт, там, 12-й Times New Roman. На другой странице он, там, допустим, 11-й. Да, то есть, проблемы, как таковой, нет. Ну, может быть, так задумывалось. То есть, вы не знаете, но вы видите это несоответствие, вот этот вот Inconsistency Within Product. И вы же, как бы, делаете себе пометку, или идете сразу там к разработчику, еще кому-то говорите, вот, смотрите, ребята, такая проблема, надо бы это исправить. Потому что это выглядит, как какая-то, ну, внутренняя ища, так сказать. На что это вам могут разные ответы давать. Например, тот же Болк, он говорил, что, когда он пересел на 2007-й, кажется, офис, MS Office, там появились риббоны, и было достаточно, ну, сложно разобраться, как сохранить или, по-моему, открыть файл, ну, вот какие-то вот операции обычные, которые привычны для пользователей 2003-го ворда. То есть, там оно было все одинаково как-то. Все предыдущие версии тоже шли как-то один в один, а потом раз, они ввели эти риббоны. Вот, и он написал им как баг, он говорит, ребята, вот так и так, ну, не баг, а как проблема. Вот у вас есть такая проблема, непонятно. Они говорят, не, у нас, мы там, есть своя фокус-группа, мы с ними, как бы, они посмотрели, сказали, что им все подходит, им все нравится. То есть, мы считаем, что так должно быть. То есть, да, это не проблема для них, и они так и выпустились. Они просто переучили пользователей, скажем так, это любимая фишка Microsoft, переучать пользователей. Вот, ну, понятно, что Болтин сказал, как бы, да, то есть, я предозревал, что есть проблема, я о ней сообщил, мне объяснили, что это не проблема. То есть, как бы, это абсолютно нормальный рабочий процесс. То есть, мне надо бежать и, там, каждый баг, который вы считаете, проблемой, доказывать на основе чего-то там и так далее. Просто потому, что, как бы, не всегда проблема. Это эвристика, она, может быть, как бы, не дает соприкоснованного варианта, что, результат, что, ну, да, проблема. Вот, один такой вариант. Есть такой вариант, допустим, как Consistent with Comparable Pro. Это то, что мы говорили, программа конкурентов. Мы смотрим, даем одинаковый input на свою программу, на ту, если они у нас одинаковые фичи, на программу конкурентов тоже, то мы должны получить одинаковый результат. Но здесь проблема есть, что такое есть одинаковый результат. То есть, потому, как программа может менять состояние системы, ну, вот, и мы не всегда знаем, куда нам посмотреть, чтобы увидеть состояние системы. Но, вот, один из таких вариантов, этот очень хороший. Я использую это, когда мы смотрели, тестировали функции ресайзов в MS Paint. Там мы сравнивали с Photoshop, парочку моментов было. То есть, Paint и Photoshop, да, вроде как Comparable Pro. Скажем так. Consistent with History, да, то есть, скажем, текущее, как бы, поведение и предыдущее. Например, у вас логотип был там в одном месте, а следующий там в 10 версии, а потом в 1 версии он чуть сдвинулся в сторону. Да, это может быть проблемой, может не быть. Подходим, подходим, то есть мы, как минимум, это заметили, подошли, там, поговорили с теми, кто знает, ну, мы сначала должны найти этих людей. Вот, если с ними поговорить, если они скажут, что да, это так и задумывается, ну, то есть, ну, никакой проблемы нет. Все хорошо. Или скажут, о, да, надо поменять. Ну, вот такое. Например, еще также Consistent with Our Image, да, это, как бы, поведение, которое должно быть в соответствии с то, что организация хочет показать, скажем так. Например, если мы говорим, что мы там мега-крутые специалисты в security, да, а у нас на сайте, там, где мы предлагаем свои услуги за бешеные деньги, то простые и CSS-уязвимости можно найти и так далее, там SQL-инъекции и все прочее, это все радость, вот, то это уже, как бы, сразу же является проблемой, просто потому, что, например, на сайте, там, психолога, который предлагает свои услуги, да, это, ну, не было бы большой проблемы. Ну, господи, есть и есть. Но на сайте организации, которая говорит, что мы занимаемся безопасностью, у них там небезопасно очень, это уже возникает серьезная проблема, и на основе этого мы можем сразу же, там, делать дефекты, либо идти, там, говорить, ребята, надо что-то с этим делать. Это как пример. Ну, вот, там, допустим, Consistent with Claim, да, вот это хорошая вещь, то есть это документация, да, то есть то, что документация написана, должно быть в программе. Нету, значит, это уже проблема, либо там, либо там. Спецификации, также, например, тем, если мы делаем какие-то адвертазмы, да, рекламу, вот, вы сказали, что вот у нас программа работает, выполняет не те же функции, как и там другие, но в три раза быстрее, чем конкурент, в общем, любой из конкурентов. Вы находитесь там какого-то самого крутого конкурента, смотрите, вот, допустим, замеряете, например, скорость, смотрится, сколько быстро работает ваша программа, вот, и говорите, ага, она у нас даже еще медленнее. Вы приходите, говорите, вот, баг. То есть, как бы, мы быстро работаем, мы работаем правильно, но мы в рекламе сказали, что мы быстрее, там, всех в три раза минимум, а мы на самом деле еще и медленнее. То есть, ну, как бы, реклама уже была, то что-то надо делать. То есть, это уже проблема. На основе евристики, так сказать. Также стандарты разные и регуляйшн, да, регуляйшн, по-моему, обычно в Америке используются. У нас как-то, по-моему, не сильно, не знаю точно. Вот стандарты, ну, вот, ISO, там, много, есть несколько стандартов к программному обеспечению, и мы можем брать их. Если у нас, допустим, программа, там, даже если это сказано, что вот у нас соответствует стандарту, там, ISO такому-то, такому-то, значит, мы должны ему соответствовать, то есть, то есть, любое несоответствие может быть уже расценено как потенциальная проблема, к которой нужно разбираться, либо сразу через дефекты, либо через, там, поговорить, а потом решать, что делать. Вот, и самое мое любимое, consistent with users' expectations. Это когда поведение, да, так сказать, соответствует тому, что ожидает пользоваться. Например, у вас программа, которая, там, не знаю, делает снапшоты экрана, вот, и у нее, чтобы сделать снапшот, нарисована большая, там, красная, круглая кнопка, да, то есть пользователь будет ожидать, что это будет, ну, как я, как пользователь, ожидал бы, что при нажатии на эту кнопку будет запись, ну, запись экрана, там, не знаю, запись чего-то звука, вот, а там, допустим, мы нажимаем, а оно вообще нам говорит, там, сохраните файл, куда вы хотите сохранить. Да, и я начинаю, как-то, меня начинает конфидеть, как это выражается, да, я начинаю путаться, что происходит, то есть я не ожидал такого, и это может быть проблемой, это тоже, там, создает там всякий frustration для пункта звезды и он идет, скорее всего уйдет вот, то есть это должно быть эта проблема должна быть о ней вы должны сообщить хотя опять же это может быть не проблема это какая-то ваша главная фишка и так далее зачем это было сделано именно так и кто-то понимал зачем он это делал и может вам всем объяснить и вообще это в документации написано, в рекламе и так далее мы просто не знаем но как минимум это такой триггер срабатывает у нас в голове говорит о том, что какая-то проблема возможно существует ну и последнее это такие популярные очень много этих юристик разнообразных ну вот допустим Consisting this purpose так сказать это то, что ну собственно программа должна делать это там калькулятор, допустим юристика, основа математические правила то есть это как то, что он должен делать будет вычислять функции там, значение функций выдавать он должен как бы, да если что-то нам усложняет в программе достигнуть результата так сказать цель выполнить то это уже может рассматриваться как проблема на основе этой юристики так как оно должно быть ну программа есть какая-то цель должно что-то давать пользователю если ему очень сложно получить это допустим ему нужно получить результаты ему нужно перегрузить компьютер то это может рассматриваться как проблема ну вот такие вот моменты да, то есть ну суть в чем то, что все на чем мы основываемся в тестировании оно всегда юристика это всегда fallible, так сказать, метод он может быть неправ поэтому прежде чем кричать там это дефект и все и никто мне не указ вы хотя бы обосновите на основе чего опять же понимаем должны понимать, что это может быть не так поэтому когда вам говорят например такая вещь любимая юристика у девелоперов это words on my machine то есть оно работает на моей машине то есть вы говорите хорошо, она твоей работает а другой нет то пользователь может тоже не сработать это другая юристика то есть вы как бы так вот начинаете друг с другом противоборствовать и побеждать всегда должен здравый смысл как по мне понимать, что цель программы является допустим бизнеса зарабатывание денег как бы это не ваша задача принимать серьезные решения но проблема вы обнаружили как раз ваша на этом все я надеюсь чуть-чуть стало понятнее на самом деле мутная тема без этого можно обойтись не называя так но просто знать, что такие термины и что они значит существуют это стоит пока вы занимаетесь тестированием работая с зарубежными коленами до новых встреч до новых встреч я даже не могу говорить а